Обещанного они ждали три года. Практически каждый день приходили на стройку, но картина не менялась. Голые стены, никаких коммуникаций, нет даже входных дверей. Строительство дома на Димитрово-3 замерло, застройщик пытается объявить себя банкротом, а их владельцев квартир теперь называют обманутыми дольщиками. Вмешаться в проблему люди просят главу региона, но на встрече с краевой администрацией эмоции зашкаливают. Вениамин Кондратьев объясняет, за счет бюджета и денег налогоплательщиков разрешить эту ситуацию неправильно. Есть люди, их бросить нельзя. Вот это я понимаю. Но, когда вы находили застройщика, и когда вы тогда отдавали деньги, вы ни у какой власти не спрашивали. Давайте правильно и правдиво другу скажем. А теперь вы говорите, а теперь власть, давайте берите нас сегодня, выводите ситуацию, в какую вы попали. Я согласен, что вы попали. Вы население, вы жители Краснодара. Поэтому понимаю, что вы в ней, я готов вам помочь выйти из этой ситуации. Но изначально обвинять власть, что власть в чем-то виновата, это будет некорректно. Абсолютно некорректно. Работы в доме прекратились еще в 2014-м. С тех пор на контакт застройщик не выходит. Люди жалуются, уже просто устали добиваться своих квадратных метров. Мы не хотим многого. Мы хотим получить только то, за что заплатились деньги. Мы не хотим никаких сдержек, изъянов. Все мы люди, все у нас растут дети, у детей будут внуки и так далее. Очень хотелось бы, чтобы никто из нас не попадал в эти ситуации. Чтобы прекратить рекламу тех застройщиков, которые есть обманутые дольщики. Проверять документы. Краевые и городские власти уже занимались этой проблемой. Сегодня найден новый инвестор, который за несколько месяцев обещает достроить дом. Ручается за это и мэр Краснодара. Мы дом введем в первом полугодии так, как я вам обещал. Это моя ответственность. Я этим делом занимаюсь. Но на встрече выяснилось, что это не единственная проблема. Многие купили квадратные метры, которые ранее уже были проданы. То есть на одну квартиру нередко приходится сразу несколько хозяев. Человек заплатил деньги за вексель, просто за бумагу, которая никак не отражена в договоре. То есть он, по сути, заплатил за бумажку несколько миллионов рублей. Я не знаю точную сумму. Эта бумажка уже просрочена. Он не может вернуть деньги за эту бумажку. И выясняется, что за договор, за квартиру он еще ничего вообще не заплатил. То есть он просто бумажку купил, и она вышла в тираж. Все. Это все, что я сейчас услышал, это вообще чистая уголовщина. Вот чистая уголовщина. И с вами согласен. Выше ише. Разрешить ситуацию невозможно без правоохранителей, уверен Вениамин Кондратьев. И обращается к прокурору края с просьбой взять вопрос под личный контроль. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Поэтому надо будет дополнительно все, мы поручим следователям создать группу, чтобы они работали. Поручим, чтобы сегодня наложили аресты на все имущество, которое есть у застройщиков. Посмотрим, что это за юридические лица. Поручим ОБ провести определенные оперативные мероприятия. И будем дальше с вами пошагово идти. Мошенник, который перепродавал квартиры, должен понести ответственность, считает глава региона. А эта история стать показательной, чтобы впредь не повторилась похожая ситуация. Мне важно, чтобы мы могли наложить арест на эти квартиры, чтобы уже не были они предметом спекуляции, предметом перепродаж. Сегодня это кропотливый труд. И я вам говорю, конечно, здесь не слезу с мэра, если мы в конце второго квартала этот дом не сдадим. Потому что у вас тщаяние, у вас жизнь рушится. Я реально понимаю вас, я очень реально понимаю. Но и вы должны понимать, что надо взять, сцепиться, сжать зубы и идти. Сразу же после встречи по поручению губернатора обманутых дольщиков уже ждали в бюро бесплатной юрпомощи, где каждый случай разбирали отдельно, а после помогли составить иск в суд и собрать необходимые документы.